Юбилейным этот год стало для музея пожарной охраны, только он на полвека младше Кировки. Среди необычных и редких экспонатов прогулялся Максим Галямин. Пожарная служба – это не только большие красные машины с лестницами, лафетами и брутальным экипажем. Валентина Михайловна – хрупкий экскурсовод и хранитель музея. По-своему тоже спасатель. Только огонь она тушит не пеной и водой, а словом, которое способно напугать и предостеречь. Думаю, что мы своей работой предотвратили не один пожар, который мог бы произойти, в частности, из-за детской шалости с огнем. В этом году необычному музею, где работает Валентина Давиденко, исполнилось 30 лет. Единственная в регионе постоянная экспозиция достижений пожарной техники – это во многом заслуга известного ветерана службы Анатолия Грецкого. Дом понравился. Понравилось, как заменилась негалолизация. Про трагедии, которые происходят на пожаре. Я чуть не расплакалась, когда увидела. Не надо поджигать дома, не надо кидать сигареты дома, спички, зажигалки, петарды взрывать и всякие огнеопасные штуки. Самое зрелищное в экспозиции – это диорамы. Еще дореволюционный Мурманский порт охвачен огнем. Это первый крупный пожар в городе. А это уже военное время. Аккурат под бомбежками. Огнеборцы спасают людей. Борются с пламенем и разрушениями. Эти диорамы сделаны по воспоминаниям очевидцев и фотографиям, которые сохранились. Были заказаны они еще в те времена, в те далекие времена в Минске и Ленинграде. Тогда еще не Санкт-Петербург, а Ленинград был. Делали их специалисты и потом привозили сюда и на месте монтировали. В соседнем зале большие макеты особенно сложных объектов для работы спасателей. Это гостиница «Арктика» и комплекс «Вапуандия». Здесь же можно наглядно посмотреть на последствия пожара. Обычная квартира выгорает всего за 20 минут. Этому посвящена отдельная изменяющаяся диорама. А вот в этот экспозиционный зал детей предпочитают не пускать. Здесь находятся самые страшные фотографии с места происшествий, на которых обуглены тела и, конечно, предметы. За время существования музея здесь побывали тысячи школьников, посетителей и даже иностранные делегации. Далеко не каждый знает, как сюда попасть. Экспозиция работает в будни. На экскурсии можно записаться по телефону Мурманского отделения службы чрезвычайных ситуаций.